Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов у микрофона Вероника Кульганек. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души». Радио Свобода. Новости. В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В палестинской автономии на 26 июля назначен референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. В Чечне в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих. В Подмосковье проходит 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу в городе Ромалах на западном берегу Иордана. Ранние боевики Хамаса впервые за последние полтора года подвергли Израиль ракетному обстрелу, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее семи палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Военизированное крыло Хамас заявило, что прерывает перемирие с Израилем. Власти Израиля сообщили, что начинают расследование инцидента. Военные утверждают, что пытались предотвратить ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На Жайуртовском районе Чечни, вблизи селения Центаро, сегодня утром в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих. Четверо получили ранения. В Шатойском районе в бою с маджахедами ранения получили два милиционера и один военнослужащий. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов. На западной окраине селения Харсиной Шатойского района сотрудники местной милиции совместно с военнослужащими спецбатальона «Запад» провели спецоперацию по ликвидации базы маджахедов полевого командира Дочи Умарова, охранявшие базу двое маджахедов убиты и один раненым задержан. Лесной лагерь, рассчитанный для одновременного проживания 40 человек, уничтожен. Легкие пулевые ранения получили два милиционера и один солдат контрактной службы. В утром в субботу в селе Неваранды Шатойского района погиб местный житель, разбиравший артиллерийский снаряд крупного калибра. В ходе досмотра дома погибшего милиционеры обнаружили еще шесть снарядов, хранившиеся на крыше сарая. Проводится следствие, откуда и с какой целью погибший достал артиллерийский боезапас. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шатой, Чеченская Республика. Радио Свобода, новости. В Петербурге министры финансов стран Большой Восьмерки обсудили влияние высоких цен на нефть, на мировую экономику и проблему доступа беднейших стран к энергоресурсам. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин. По итогам встречи министры опубликовали коммунике, которое обращено и к лидерам Большой Восьмерки. Главными темами встречи были проблемы энергетической безопасности и помощь беднейшим странам. Министр финансов России Алексей Кудрин на итоговой пресс-конференции раскритиковал энергетическую хартию, которую предлагает подписать России ЕС, а также заявил, что Россия становится крупнейшим донором беднейших стран. Россия списала 700 миллионов долларов долгов бедным странам и внесла крупные суммы в различные организации, помогающие этим странам. Германия по итогам саммита согласилась досрочно принять от России часть долга 1,3 миллиарда долларов. Общий долг России Парижскому клубу составляет 22 миллиарда, и Россия хотела погасить его досрочно. Участники встречи отметили те риски, которые представляют для дальнейшего развития мировой экономики высокие цены на нефть. Еще одной новостью саммита стало заявление министра финансов США Джона Сноу, который спрогнозировал вступление России в ВТО за месяц до начала саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Дмитрий Казнин для радио «Свобода» Санкт-Петербург. В Подмосковье проходит 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил досягается путем создания фракции внутри «Яблока». Заместитель председателя партии Сергей Иваненко назвал возможными партнерами Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова и Михаила Касьянова, но отверг их призывы создать новую партию. На съезде планируется утвердить создание в «Яблоке» пяти фракций – «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитной», «Молодежной» и «Гендерной» женской. На Украине приостановлены вновь переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией. Как рассказала корреспонденту «Радио Свобода» пресс-секретарь нашей Украины Татьяна Макриди, разногласия возникли в ходе обсуждения кандидатуры спикера. Социалисты не желают уступать этот пост пропрезидентскому блоку. Военные США в Багдаде сообщили, что проводится вскрытие тела Абуму Саба Азаркауи, убитого 7 июня в результате американо-иракской спецоперации. Как заявил в пятницу, генерал Уильям Колдуэл Азаркауи, глава Аль-Каиды в Ираке, был еще жив, когда его нашли. Согласно сообщениям очевидцев, Азаркауи пытался встать с носилок, его вновь уложили на носилки, и вскоре он скончался от ран, полученных в результате авиаудара. Сказал ли Азаркауи что-то иракским полицейским, я не знаю. Согласно сообщениям военнослужащих сил коалиции, которые прибыли на место, он пробормотал что-то очень тихое, но понять это было невозможно. Сказал американский генерал, в Багдаде сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, и около 30 получили ранения в результате взрыва на одном из городских рынков. Силы международной коалиции в Афганистане за минувшую неделю уничтожили более 40 боевиков, сообщило сегодня командование. В последнее время нападения экстремистов, особенно на юге Афганистана, заметно участились. Только за последний месяц их жертвами стали более 400 человек. В Аршаю впервые прошла разрешенная властями демонстрация представителей сексуальных меньшинств паратравенства. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. По улицам Варшавы прошли около 2000 представителей сексуальных меньшинств из Польши, Германии и других стран, а также политики, находящихся теперь в оппозиции левых партий. Они заявляют, что эта демонстрация также против нынешней власти, которая, по их мнению, нарушает права человека вообще. К началу демонстрации, участники которой собрались возле здания польского сейма, туда же пришли члены ультраправых и неофашистских организаций, которые с криками «Красные босяки! Вон! Бог! Честь! Родина!» забросали геев и лесбиянок куриными яйцами. В ответ участники демонстрации скандировали «фашистские свиньи!» и «тупые националисты». Столкновение удалось избежать только благодаря усилиям полиции. Власти Варшавы впервые разрешили провести в столице парад равенства. Предыдущий мэр города, Лех Качинский, который является теперь президентом страны, несколько раз отказывался выдать такое разрешение. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прочесть по адресу www.swoboda.news.ru Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ирофеев. Здравствуйте! В эфире Радио Свобода, передача «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Чербина. Здравствуйте! Привет! Журналист «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Добрый день! Заместитель главного редактора радиостанции «Сити-ФМ» Игорь Зимаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней передачи – «Радио в нашей жизни». О том, за что мы любим радио и за что мы его не любим, как оно пришло в нашу жизнь, обо всем мы поговорим с вами, дорогие наши слушатели. А мы ждем ваших звонков по телефону, прямого эфира 8-800-2212. Это бесплатный звонок. А также мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143. В Екатеринбурге 35887200. В Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Ну и, пожалуйста, подписывайтесь и указывайте свой город. Ну что же, радио в нашей жизни. Матвей, начнем с тебя. Скажи мне, пожалуйста, когда ты впервые услышал радио? Я услышал в глубоком детстве, потому что ничего другого не было. Я родился в 1953 году, поэтому, ну вот как что-то я стал понимать, на кухне висела радиоточка. С одной программой, да? С одной программой, да, и с таким движком громкости, который не крутится, а который двигается вправо-влево. Визиртор. Он плохо работал, да, и поэтому радио говорило либо очень тихо, либо очень громко. Это были очень странные передачи, где, ну что такое Украина, город Львов глухого советского времени. Это передачи про колхоз, это какие-то народные песни, что было, собственно, очень хорошо, но когда этого много, то это очень плохо. И это гимн. Тогда передавался гимн Советского Союза и гимн Украины. Радио заканчивало работать в 12 часов, начинало в 7 утра, не в 6, а в 7. Еще с гимном у меня связано одно неприятное воспоминание. Однажды моя мама легла в больницу, я был совсем маленький, я еще даже в школу не ходил, и отдала меня соседям, и я у них спал. А они просыпались не по будильнику, а от гимна Советского Союза. И вот ровно в 7 часов утра рявкал гимн Советского Союза. И я возненавидел это. То есть не гимн, а вот радио тогда. Ну а потом было совсем другое, потом ведь Львов находится недалеко от Польши. И ты стал слушать польскую радиостанцию. Первую программу, которая была на длинных волнах, а после этого на коротких что-то стал слушать. А на коротких наткнулся на всякие свободы BBC «Голосы Америки». После этого пытался отделить глушилки от самой станции. После этого переделал сам приемник, чтобы в нем, меня поймут радиослушатели среднего и старшего поколения, чтобы радиоприемник принимал 19, 16 и 13 метров. После этого... Это уже было, наверное, спидола у тебя, да? Это у меня была не спидола, у меня были там другие названия. Ну, в общем, вот такие вот. Ну, отверточкой я умел это все делать. И вот с того времени радио как что-то теплое, свое и родное, которому даже в прямом смысле ты руки приложил, вот это у меня есть. И это дело не в том, что я работаю на Эхе Москвы, а дело в том, что вот радио... Ну, например, многие засыпают, слушая музыкальные радиостанции. Я засыпаю уже много десятков лет под разговорные радиостанции. Под шорох такой голос. Под шорох голосом. Кстати, миллионы людей так делают. Миллионы людей. Потому что им кажется, что они одинокие, если не работает вот эта вот маленькая радиоточка. Ну, а Эхо Москвы это уже другая история. Но если бы даже не было Эхо Москвы, все равно не именно телевидение, а именно радио, это вот оказалась часть... Вот твоя передача называется «Энциклопедия русской души». Вот часть моей души в ее энциклопедию я смело вношу радио. Хорошо, у нас Андрей из Одинцова. Андрей, радио вашей жизни. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Матвей. Очень уважаю вас. И слушаю ваши станции. Здравствуйте, Татьяна и Игорь. Вот я живу в Одинцово, у меня такая проблема. В уковой диапазоне 73-82. Эхо Москвы вещает, да? Так, да, да. На которой вы, Матвей, работаете. Я постоянно вас слушаю. Но я не могу в течение двух лет полноценно слушать станцию. Почему? Почти каждый день в эфире на этой частоте ведутся какие-то неизвестные телефонные разговоры. Мне приходится их слушать. А Эхо Москвы не работает. Вам возможно ли такое на госчастоте? И куда мне обратиться? Вы знаете, ну не знаю, наверное, в ФСБ вам нужно обратиться. Вообще есть такая организация, которая занимается чистотой эфира. Чистоты. Да, чистотой эфира. Ну, я просто у нас немножко передача не об этом. Лучше позвонить вам без посредников на Эхо Москвы, потому что мы немножко про другое. Но мой совет вам такой. Слушайте нас на 91,2. Там посторонних разговоров нет. Танечка. Таня Щербина, поэт. Тань, радио в твоей жизни такое же большое значение имело, как у Матвея. Ты знаешь, я вот сейчас мне пришла в голову такая мысль, что сейчас у нас такая жизнь, вся основная на рекламе. Что мы говорим про радио. Значит, первое, что нужно сказать, это какую-то рекламу радио. Радио сберегает зрение. Это правда. А для поэтов и писателей это очень важно. Но я его, надо сказать, не слушаю. Ну вот, значит, не сберегаешь. Ну, не сберегаю. Но раньше сберегала. Так погоди, ты вообще никакое радио не слушаешь? Я вообще никакое радио не слушаю. А когда в машине едут? В машине только радиоклассик. Я извиняюсь, музыку классическую. Больше ничего. Танечка точно попала на передачу. Точно. Да, я просто... То есть она у нас будет как отрицатель радио в нашей жизни? Нет. Ну, дело в том, что наоборот... А раньше? Ну, что-то вроде «Свободы» или «Немецкой волны» или «Би-Би-Си». Нет, я просто думаю, что я в своей жизни переслушала радио, потому что там в советские времена, ну или ещё там Горбачёвские, я вообще никогда не смотрела телевизор и слушала только радио. А читать, как известно, тоже было нечего в смысле прессы. Поэтому радио это было круглосуточно. И «Свободы», и «Би-Би-Си», и «Голосы». Ну, что удавалось как бы там выслушать, не так это просто было. Ну и сама я, собственно, на «Свободе» работала, ну, не считай, но писала для «Радио Свободы» постоянно в течение пяти лет, с 89-го по 94-й год. Значит, отношение к радио и к «Свободе» имеешь. Так, Юрий, давайте послушаем, что Юрий скажет про радио в его жизни. Юрий, из Москвы. А, добрый вечер. Да, здрасте. Вы знаете, я хотел сказать, что для меня радио – это огромная часть моей жизни. Можно сказать, я профессиональный радиослушатель. Я работаю дома, и радио звучит постоянно. Причем у меня даже есть график, когда какой я слушаю. Вот утром «Эхо Москвы», когда идет там, как же она, там, ну, девки, короче. Разворот. Да, разворот. Потом там какие-то живые эфиры, например, «Свободы». Ну, я слушал радио с детства, вот, начиная с пионерской зорьки. Это буквально часть жизни. То есть ты просыпаешься перед школой, там, ну, я не помню, какой кофе тогда был. Может быть, зерновой какой-то. Желудевый. Да, желудей. Цикорий. Серброд этот с колбасой. Ну, обязательно какая-нибудь радиопостановка. Да, и, кстати говоря, некоторые были замечательные радиопостановки. Это были великолепные. То есть в какой-то степени даже радио могло заменить книги. Правда? Это очень важно. У меня, прежде чем дать слово Игоре, хочу поделиться, потому что Матвей вспомнил про гимн, у меня тоже есть история. У нас в университете, в общежитии поселились вьетнамцы. Вьетнамцы, которых все ненавидели, потому что они жарили рыбу. И селедку. Селедку, уточняйте. Да. И сами представляете, какой был запах. И вот один человек, наш сокурсник, который их ненавидел за эту селедку, он решил с ними сыграть страшную шутку. У нас гимн Советского Союза играли в 6 часов утра. И вот там рунок, как вы помните, тоже такое было название для этой радиоточки, включался в 6 часов утра. И он будил своего вьетнамца, соседа, и говорил ему, у нас полагается, когда играют гимн, стоять. И тот просыпался в 6 часов, и они у кровати, в трусах стояли и слушали гимн Советского Союза. Гениально. Вот. Прошел день, прошел второй, прошел третий. И потом этому человеку, этому нашему сокурснику надоело вставать в 6 часов под гимн. Тогда вьетнамец его предупредил. Ты не встаешь, сказал он, это нехорошо, полагается у вас вставать под гимн. Он его послал, сказал, что ты вообще, чего? Тогда тот пошел в деканат. И нажалился на него, и случился дикий скандал. Вот так вот, в общем, шутка-шутка, а вот радио сыграли. У нас разбирали его, как комсомольские считали, что он был антисоветчиком. Наверное, так и было на самом деле. Вот. Ну, смотрите, радиостанций много, но слушаю только Ерофеева и Эхо. Спасибо. Владимир Дмитров. Вот только непонятно, Владимир Дмитров как это? Владимир из Дмитрова или Дмитрий из Владимира? Нет, он болгарин, а Владимир Дмитров. Хорошо. Ну что же, иногда бывает... Так, и у нас, по-моему, постоянный слушатель Александр из Санкт-Петербурга. Да, Александр? Да, точно так. Добрый день. Вы тоже слушаете Ерофеевы и Эхо только? Да, да, да. Да, вот, значит, лучше афоризм про телевидение, это жвачка для глаз, да? Про радио лучше афоризм все-таки Ильф придумал, а радио уже есть, а счастья все нет. Это более обязанное. Значит, почему люблю радио? Потому что пространство для воображения, вот вы говорили по поводу книг, пожалуй, сопоставимо с пространством воображения, потому что это тотальный видеоряд, который на тебя давит, который из себя делает только потребитель, и высасывает. Вот, например, с Матвием Юрьевичем Конопольским. Если бы я его не видел, не было телевидения, я бы воображал его человека с цельвиной гривой, с великолепным, так сказать, бархатным пиджаке, всегда такого вальяжного. Вот. А так я увидел Матвей Юрьевич, увидел его кепочку, знаменитую бейсболочку. Вот. Хотя тоже ничего, но мне больше пиджаке бы понравилось. А вот если бы я слушал его только по радио, я бы его таким и видел. То есть радио – это как книга, сам составляешь образ, а телевидение этот образ или развенчивает, или каким-то образом этот образ становится уже не образом, да? Так, значит, мы продолжим через 30 секунд. Корреспондентский час. Радио Свобода. В эфире Благо Веченск. Антон Лузгин. В эфире Ставропольский край. Лада Леденева. Льготное лекарство. В эфире Нижний Новгород. Олег Родин. Квитанции с новыми. В эфире Подмосковье. Вера Володина. От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Да. Слушайте Радио Свобода. Слушайте нашу передачу «Энциклопедия русской души» в московской студии автора-ведущей Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, журналист «Эхо Москвы», всем вам известен, Матфей Гонопольский. И заместитель главного редактора радиостанции «Сити-ФМ» — это новое городское московское радио — Игорь Зимаков. Тема нашей передачи, если кто не понял, радио в нашей жизни. Игорь, ну а теперь ваша очередь, радио в вашей жизни. И как вы дошли до такой жизни, что стали заместителем главного редактора одного из радий? Ну, если бы мне кто-нибудь еще там года три назад сказал, что я буду заниматься радио, я бы не поверил, это правда. Я занимался телевидением до последнего времени, до закрытия программы «Свободы слова» я был шеф-редактором. Потом мы с Айком Шустровым пытались заниматься документальным кино на канале. Из этого вышло то, что он сейчас в Киеве, а я занимаюсь радио. Вот пусть решают радиослушатели, почему так случилось. Да. До этого мое обращение к радио, оно было таким странным. Когда у нас был дома огромный ламповый приемник, так «Урал», по-моему, назывался. Замечательный, там был такой индикатор классный, когда попадаешь в волну, он там как-то так реагировал, похож на бабочку. И вот мои детские воспоминания связаны с этим приемником и с таким бесконечным ползанием на коротких волнах. Там были короткие волны один, два, три. Это был такой способ послушать мир. И мне лет было десять, может быть, это был каждый вечер, это было очень интересно. Отец мой, будучи, как мне кажется, по состоянию души постоянным оппозиционером, он был тогда оппозиционер, он теперь оппозиционер. Он тогда слушал все, что можно было слушать на коротких волнах. И в моем воспоминании детства о радио, это я не помню точно, какая волна, но точно помню, что Солженицын сам читал, значит, о событиях 62-го года на Новочеркасске. Вот это я очень хорошо запомнил. И потом мы долго с отцом пытались обсуждать, а что же тогда было, но он как-то не очень в это верил. Потом я уже прочел это сам. А повторное обращение к радио, это уже 90-е годы, когда радио стало, скажем так, наиболее эффективным и очень быстрым источником информации. И в силу профессии, в силу того, что я занимался информацией общественно-политическими программами, я просто его слушал постоянно. Хотите маленькое радиочудо? Вы сказали слово «Новочеркасск». Сейчас будет звонить нам Борис Павлович из Новочеркаса. Вот так. Да, Борис Павлович. А, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, в моей жизни радио играет очень большую роль. Я сам радиолюбитель, радиоинженер. Мне хоть 60 лет, я все равно регулярно слушаю. А как приобщился к радио, я очень благодарен радио за то, что собрав тогда еще в далекие 60-е годы свой первый приемник, я услышал по радио великолепную музыку, джазовую музыку. А, да. Это действительно. И потому что нигде это достать нельзя было. Я записывал это на кассеты, на пленку, и ребята приходили ко мне и слушали все эти музыкальные шедевры. Также с Битлзами. Первые записи были у меня, а не на пластинках. Пластинки приходили где-то через полгода. Так что я до сих пор слушаю радио, слушаю музыкальные программы и слушаю радио «Свобода». Борис Павлович, а вот первое радио в вашей жизни, это что, пиодерская «Зорька»? В моей жизни? Да, да. Радио, прежде всего, это музыка для меня. Вот хорошо. Это очень хорошо. Прежде всего. Я же работаю дома, я чиню радиоаппаратуру. Работаю дома, у меня полностью в «Скай». Включая радио работаешь, а под телевизор работать невозможно. Это правда. Это правда. Спасибо вам большое. А вот господин Родионов из Санкт-Петербурга обращается к вам, Матвей. На самом деле он дает ценный совет. Смотрите, Матвей, вам надо было слушателю посоветовать настроить резонансный контур подбором конденсатора. Вот что предлагает. А насчет ФСБ, это мне надо звонить, потому что мой телефон отключили от радиостанции «Эхо Москвы» и «Радио Свободы». Ну, загадочный человек. Ну, он, наверное, имеет в виду, насчет резонансного контура я не знаю, насчет того, что отключили, имеется в виду, что он дозвониться не может. Но мы честные, мы вас не обманываем, но кто дозванивается, тот дозванивает. Тот действительно, кто дозванивается, тот дозванивается. И на самом деле у нас такая милая Маша Шабура, которая сидит на телефоне, она всем разрешает всковорить все, что люди хотят. Так что звоните, пожалуйста. Вот если мы говорим уже не о какой-то фактологии, да, что вот, например, там, услышал первое, да, для меня это было и радионяня, для меня это была и пионерская зорька с крикливым «Слушайте пионерскую зорьку». Дело в том, что жизнь-то была такая очень скучная и плохонькая. Я все понимаю, я понимаю про колбасу, это я все знаю, да. Но вот она была скучная и невыразительная. И вот радиопотрясение, если говорить, радио открывало пространство. Оно вдруг, ты, живя в своем городе, не представляя даже себе, что когда-нибудь вся эта жизнь изменится, что ты окажешь, что рухнут границы, что у тебя будет зарубежный паспорт. Я ведь жил с ощущением очень долго, что я здесь буду всегда. И просто как бы мне было понятно, что меня никто никуда не выпустит, и я даже не задавал себе вопросу, почему. Потому что так принято. Как на цепи, да. И вот радио, оно вдруг... Ну вот такой факт, например, я очень любил музыку с детства, а ведь в эти 60-е годы, 60-е, 70-е годы, например, в 70-е, когда оттепель уже уходила и вот опять начинало такое бронзовое брежневское время, музыку-то нигде невозможно было послушать. И вдруг совершенно неожиданно, я, крутя средние волны, а тут я хочу всем напомнить, что средние волны, они очень странно распространяются. Днем они плохо работают, только местные станции ты слушаешь. А вечером и ночью, особенно вот вечером, после 10 часов, ты слушаешь невероятно, ты слушаешь всю Европу. Причем станции накладываются одна на другую, потому что местные станции. Ну, это такое свойство некоторых слоев атмосферы. И вот я поймал знаменитую, я уверен, что содрогнутся сейчас сердца очень многих ребят, которые нашего возраста, которые любят музыку. Я наткнулся на радио Люксембург. Радио Люксембург – это не станция Люксембурга, это радио Люксембург. Просто так называлась эта станция. Ее вели два диджея, ну, их было больше, но два самых известных, на средних волнах, если я не ошибаюсь, 213 метров. И там была музыка. И вот знаете, эта музыка, она не чисто была, как на FM. Вот как сейчас мы включаем, и просто студийное качество. Она как бы прорывалась, она иногда заглушалась. Иногда были то, что на радио называют демпфинги, то есть уходила, затухала эта волна. И твое сердце билось вместе с этим уходом и приходом. И ты ощущал себя, как будто открыли клетку, в которой ты сидишь. Понимаете? Вот это вот, вот такой апгрейд радио, который делал, который радио делалось человеком, вот это совершенно удивительная вещь. Ты начинал понимать, что существует мир. Понимаете? Вот мир, мир есть. Да он тебе недоступен. Смотри, я даже скажу, что вот коллекционирование марок и радио, это были те две вещи, которые расширяли горизонты. Это поразительно. Да, красивейшие бабочки марок Сенегал, а все дети, я уверен, собирали. Особенно Мозамбик, Марокко. Мозамбик, Марокко. Это да, это было потрясающе. Это вот все, все расшатывало границы. Объясняло человеку, что ты не один в этом мире, с тебя делают идиота. Послушай радио. В общем, радио, не труд, а радио сделало нас человеком. Вадим на даче в Купавне. Вадим, что на даче вам думается о радио? Здравствуйте. Здравствуйте. Я немножко добавлю, как правильно надо слушать было 70-е годы радио. Это обязательно должны быть друзья, что-то на столе должно было быть. И вот я помню «Москва петушки», Венедикта Ерофеева. Это Юлиан Панич, знаменитый его голос великолепный. Или «Москва-2042», «Все это темно», «Все это на свежем воздухе». Понимаете, это театр у микрофона, и в то же время это еще и в природе. Это целый жанр, это искусство. Поэтому вам большое спасибо, всего доброго. Спасибо, Вадим. У нас Юрий из Балашихи пишет «Виктор». Для меня радио тоже является особым. Я люблю больше слушать радио, чем смотреть ТВ. Радио является культурным обогащением души. Почему вы своих программ не называете почтового адреса вашей радиостанции? Исправьте эту несправедливость. Я попрошу нашего продюсера Наташи, когда у нас будет сводка новостей, сказать нам вот этот почтовый адрес. Да, Наташа, вы знаете его? Представляете? Сейчас она нам скажет. Хорошо, давайте, у нас уже очень мало времени, давайте еще попросим Алексея из Одинцова. Алексей. Добрый день. Здравствуйте. С большим трудом к вам прорвался. Дозвонят очень много сегодня, я вижу. Да. Вы знаете, я слушаю радио, ну, наверное, уже считаете лет 67 точно. Значит, начал с черного репродуктора. Это год 43 был. И вот там, помню, эти все замечательные передачи, ну, помимо военной тематики, там были всякие интересные, там, клуб знаменитых капитанов, радиопередачи для детей и взрослых. Это вот был мир такой, в который ты погружался и жил в волшебном таком счастье. Спасибо, спасибо, Алексей. Итак, мы выходим на сводку новостей в 21.07 в воскресенье в 2 часа ночи. Слушайте повтор программы «Радио Свобода». Очень рекомендую. А мы продолжим после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Радио «Свобода» новости. 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу. Хамас, возглавляющий правительство, против референдума, который считает фактическим признанием Израиля. В Ножайуртовском районе Чечни, вблизи селения Центарой, сегодня утром в бою с манджахедами погибли двое вынослужащих. Четверо получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ингушетии сегодня траур по погибшим в результате серии нападений в пятницу. В Карабулаке при обстреле был убит командир республиканского ОМОНа троего детей охранника-водитель. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района. Прокуратура Москвы предъявила обвинение милиционеру, подозреваемому в избиении таджикских студентов. В рамках расследования задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. В Подмосковье проходит 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракций «Внутри яблока». Министры финансов стран «Большой восьмерки» выразили опасение, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. На заседании в Петербурге министры приняли совместное заявление о необходимости облегчить беднейшим странам доступ к источникам энергии. Военные США в Багдаде сообщили, что проводится вскрытие тела Бумусаба Аззаркауи, убитого 7 июня в результате американо-иракской спецоперации. В Багдаде сегодня по меньшей мере три человека погибли, и около 30 человек получили ранения в результате взрыва на одном из рынков. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу энциклопедии «Русской души». У микрофона в Москве Виктор Ирофеев еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, журналист «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский, и заместитель главного редактора радиостанции «Сити-ФМ» Игорь Зимаков. Тема нашей передачи «Радио в нашей жизни». Напомню, наш телефон 8 800 222 12. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588700, абонент «Радио Свобода». Звоните и шлите сообщения на пейджер. Спасибо за эти многие сообщения. Видимо, действительно, всех эта тема затронула. И я понимаю, почему Назаров из Вильнюса нам пишет «Радио тоже важнейшее из искусства». И в самом деле это так. Я хочу еще один рассказать свой жизненный анекдот. Он абсолютно честный. То есть это со мной случилось. В 1961 году мы снимали дачу в Мидовском поселке, недалеко от Чкаловска, где готовились космонавты. И наша дача находилась в очень красивом таком месте, где шумели березы, все было прекрасно. И соседом на подаче у нас, то есть на соседней даче, жил Молотов. Молотов был. Молотов. Потому что папа мой стал подниматься, а Молотов падал, и они вот пересеклись на даче. То есть у них были одинаковые дачи. Так вот, Вячеслав Михайлович Молотов ходил, там семьи уже не признаны, все его боялись. Моя бабушка говорила, нездоровывайся с ним, будет неприятно с ним. Мне было там где-то 13 лет, и это было нехорошо. И представляете, тут родители завезли первый транзистор в 1961 год. Это был такой красный, почему-то норвежский, огромный транзистор, который замечательно все брал. И местное население Чикаловского было настолько потрясено. Все бегали и спрашивали, где же у него вот этот шнур, и где же степсель. Куда вообще надо, значит, почему вот идешь по улице, он играет. Было невероятно. Видимо, такие же мысли приходили в голову Вячеславу Михайловичу. Тем не менее, он об этом меня никогда не спрашивал, но каждый вечер Матвей, он приходил на скамеечку, которая недалеко находилась от входа в нашу дачу, садился на лавочку, и мы с ним вдвоем, я еще пионер, он пенсионер, мы слушали голос Америки из Вашингтона, по-русски, с Молотова. Он приходил каждый день, слушал только последние известия, и ничего больше, комментарии, видимо, он мог сам себе составить. Он слушал, и так вот, представляете, я со вторым человеком Сталинского государства провел весь август. Падали, сейчас скажу, падали звезды, 9 часов уже было темно, шумели березы, мы с Молотом слушали. Однажды случилось неизбежное. По голосу Америки таким хорошим басом сказали, что вчера студенты Берутского университета бросали в полицию полицейских коктейлей Молотов. А тут сидел вот этот самый главный, автор коктейлей. Бармен, политический бармен. Политический бармен, совершенно верно. Я обернулся к Молотову и сказал невинно, как ребенок, каким я и был. Я сказал, дядя Слава сказал, обращаясь к вождю. А что такое коктейль Молотов? А он сидел всегда в прекрасном летнем костюме, даже, по-моему, в тройке, всегда с палочкой, очень красивой палочкой. И всегда он клал руки на палочку. Вот так он сидел. И он посмотрел так на меня, посмотрел и сказал, это пустяки. И мне вот эти пустяки запомнились на всю жизнь. И, конечно, это было мучительно. При Молотове настраивать голос Америки, свободу он не хотел. А тогда можно было слушать до того, как они начинали говорить про нас. Вот они говорили, что-то случилось там в Париже. И пожалуйста. А как только про Берлинскую стену или про нас, начинала выйти глушилка. И я начинал ее исправлять. Ну, все мы знаем, что были такие волны, которые можно как бы подлезть было, в щелочку посмотреть, замочную скважину взглянуть на этот радиомир. И Молотов сидел совершенно непроницаемо. То есть он сидел и ждал, когда я это настроил. Я понимал еще тогда, что он и сам был тот самый человек, который приказал делать глушилки и все прочее. Но сейчас он считал, что может потерпеть, все нормально. И голосом Америки обогащался этот человек. Это истинная история. И мне кажется, что это одна из тех историй, которые действительно, как Назаров из Виннесу говорит, радио важнейшее из искусств. Александр из Москвы. Пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Да, здравствуйте. Ну, кусочек смальты, воспоминания. Пожалуйста. Да, вот, конечно, для меня радио – это трофейный телефон, отца ночи слонившегося. И вот под завыванием такое постоянное, прекрасно медленное, артикулированное голоса, которое с трудом на смысл доходил. Еще такое, такое, так сказать, журнал «Пионер». И вот я собираю приемник, сам полностью сопротивление, конденсатор, и самое главное – вырастить кристалл детекторный, приемник, он так назывался «Пионер». И вот мы летом, путешествие, это Припять, мы останавливаемся на огромном стаге сена в полной тишине. Я его включаю, и он работает, и слышно. Это был Москва, тоже великолепный концерт, я даже запомнил музыку Чайковского. Но это блестяще, ребята. И вообще говоря, так сказать, перефразируя великого пролетарского писателя, радио – это бог свободного человека. Здорово, Александр, здорово. Я бы все думал, надо все-таки создать премию за лучший звонок. Я не знаю, как у вас на «Эхо Москвы». У меня еще такое желание только теоретически. А что вот дарить книжке? Кстати говоря, вот у Тани Щербиной вышел первый роман, я все представляю как поэта и замечательного поэта. А у Тани вышел роман «Запас прочности» в издательстве «Айги». И кажется, этот роман, который каким-то образом, по-моему, по тематике пересекается с тем, что мне дорого. Вот то, что я делал в «Хорошем Сталине», это воспоминания о стране и воспоминания о семье. Правильно, Танечка? Я поздравляю, по-моему, только роман вышел чуть ли не вчера. Да, да. Хорошо, а теперь давайте займемся уже серьезными делами. Матвей, скажи мне, пожалуйста, что такое идеальное радио? Что такое идеальная радиостанция? Вот ты работаешь на идеальной радиостанции, как можно ее сделать еще лучше? Или вообще, что такое идеальное радио? Что бы ты хотел получить в этом? Я ничего, собственно, не хочу, потому что девизом «Эхо Москвы» собственно, существует такой слоган, да, который, наверное, должен быть девизом любой радиостанции. Вот так он случайно у нас родился. «Свободное радио для свободных людей». Я уверен, что этот слоган абсолютно спокойно ложится и на свободу, и на голос Америки, и на Deutsche Welle, который я очень люблю. Кстати, я очень часто езжу по городу, и у меня, например, средние волны, забитые, соответственно, на первой кнопке «Свобода», а это же все средние волны, «Свобода», после этого «BBC», после этого «Deutsche Welle», после этого «810 кГц» «Голос Америки». Идеальное радио, по сути, что такое радио? Это микрофон и трибуны, и человек, который сидит перед микрофоном. И, собственно, качество радио определяет отнюдь не передатчик, а тот человек, та личность, которая сейчас, в данный момент, находится у микрофона. Или группа каких-то очень интересных людей. Поэтому в наше время сделать интересное радио, идеальное радио, это собрать наибольшее количество самых разных людей и сделать такую, ну вот как в интернете называется, point access, то есть точку входа. Вот сделать место, тусовку. Вот как встречаетесь в гуме, если вы потерялись, встречайте гуме. Если вы духовно, душевно потерялись, встречайтесь на этой частоте. Мы вам приведем сюда, к микрофону, самых разных людей, которые умных сделают еще умнее, там умные будут говорить с умными, глупые будут говорить с простаками, романтики будут говорить с романтиками. То есть, по сути, радио это овеществленная такая точка встречи. И чем шире вот эти люди, чем шире как бы зона этих людей, которые приходят, да, чем демократичнее радио, а в данном случае демократию я, когда я говорю о демократии, я воспринимаю ее не в искаженном смысле, что демократия это когда мы даем слово демократам. А демократия на радио это давать слово всем, кроме фашистов, кроме каких-то национал-радикалов. И тогда к тебе народ потянется, будем так говорить. Вот, на мой взгляд, идеальное радио. Вот почему мы часто, например, когда там, все, Проханов всех достал, уже невозможно, что он, вы слышали, что он вчера сказал. Мы понимаем, что есть такие люди, которым этот Проханов близок, он как брат им родной, понимаете? И Проханов остается в эфире. Вот это вот борьба с собой за идеальное радио. Поэтому вот как, это, знаете, как улыбка Джаконды. Можно бесконечно пытаться понять, так все-таки она улыбается, или она там злится, или что с ней происходит, но ты стремишься это понять. Вот так и идеальное радио. Здорово. Это, оказывается, процесс, понимаете? Вот ты говорил, что может родиться во время передачи. Вот и родилась улыбка Джаконды у тебя сегодня. Здорово. Поздравляю. Назаров по-прежнему нас атакует, извинився. Сити-ФМ пишет он. На мой взгляд, довольно провинциальная станция. Жаль, что на свободе больше нет. Программы Дмитрия Савицкого действительно очень жаль. 49 минут джаза. Что вы, Игорь, на это скажете? Провинциальная станция? Значит, провинциальная станция? Мы так себя и позиционируем, как станция провинциальная, как станция этого города. Не знаю, в Вильнюсе ее можно слушать только через НЭТ, насколько я понимаю. И мы совершенно не стремимся выходить за рамки города, в котором мы живем. То есть, значит, Назарову нечего слушать эту радио? Нет, слушать может все, кто хотят, но мы не ставим перед собой задачи делать такое радио, которое бы, скажем, так сказать, распространялось на всю страну. Нет такой задачи. Я бы пожестче сказал, если можно. Откуда этот товарищ? Не знаю, из Вильнюса. Из Вильнюса? Назаров. А вы знаете, вот Сити-ФМ не нуждается в вас, как в радиослушателе. Дело в том, что вы просто вообще не нужны этой радиостанции. Потому что эта радиостанция для 12 миллионов москвичей. А вы слушайте свои станции. Ну, в общем, это так. Назаров получил по мозгам. Ну, мы тоже получили. Не думайте, что только посмотрите, что мне написали. Что написали? Юлия пишет. Юлия, замечательное имя. Ерофеев не упускает случая, похвастается случайными возможностями где-то пересечься с высокими людьми. То он пишет роман в Париже. Роман в Париже пишу. То в детстве беседует с Молотом. Ну, мне кажется, что это мелкое хвостосто и не имеет отношения к передачам и к программе. Я, простите, если можно, вот у меня, это моя эховская привычка. Не могу не ответить. Вы абсолютно правы. И Ерофеев был бы жалким и ничтожным человеком, если не одно обстоятельство. Он действительно написал романы в Париже, и он действительно беседовал с Молотовым. Понимаете, и ничего по этому поводу поделать невозможно. Вот мы тут сидим, вот ей-богу, ну, огрел бы его чем-то по голове за эту наглость. Понимаете, но он с ним беседовал, а мы вот тут с Зимаковым. Нет. Понимаете, и что нам делать, вот трудно себе представить. Мы злимся, но простите. Наконец нам позвонила женщина, Лариса Дмитриевна из Москвы. Лариса Дмитриевна, радио вашей жизни. Добрый вечер. Ну, это с детства. До сих пор у меня хранится такая радиоточка, которую моя тетя купила после войны. До сих пор даже работает. Ну, конечно, я не слушаю. Там всего одна программа. Ну, вообще, нужно сказать, поэту Татьяну Щербину я помню по статьям в общей газете. Правильно. Было такое, да? Правильно. Вот. А вообще, нужно сказать, вот как хотите, у меня сейчас в душе страх. Очень сильный страх. Почему, Лариса Дмитриевна? Потому что если Светлану Бахминову, женщину, маму, двоих детей можно держать в матросской тишине, то у меня уже больше ничего. А что делать, Лариса Дмитриевна? Ну, я стараюсь, хожу на митинги. Ну, дети мои, в общем-то, ну, не ходят на митинги, но они проголосуют, конечно, нормально. Понятно. Спасибо. Наконец, мне напомнил Виталий. Виктор, вы обещали одному радиослушателю дать адрес радиостанции. С удовольствием даю. Радио Свобода. 127-006 Москва. Повторяю, 127-006 Москва. Старопименовский переулок, дом 18. Пишите нам, пожалуйста. И также продолжайте нам звонить и писать. А, Алексей из Одинцова. Ну, написано другой Алексей. Значит, в Одинцово живут два Алексея. Послушаем второго. Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, живут больше. Наверное. Я вот что хотел сказать. Так же, как Матвей Игонопольский, я вот жил во Львове в 59-м году. И пытался слушать радио Лексенбург, Лаксенберг. Как сейчас помню. Великолепная музыка, но плохо было слышно. А вот гораздо лучше было слышно «Улиса Кановера», «Джазава». Это великолепная передача, его завораживающий голос, этот колл «Джаз». И в связи с этим, вот, Дмитрия Савицкого бы из Парижа еще бы раз послушать хотя бы однажды. Вот, это вот что касается ностальгических воспоминаний. Опять же, что касается Матвея Игонопольского и радио «Эхо Москвы», я с удовольствием слушаю и его, и Радзиховского, ну и других дикторов. Но не могу слушать вот эти глубокие модуляции диктор, которые предваряют рекламу. И, ну, вот это неприятно довольно-таки. Поэтому предпочитаю классическое радио, радио «Свобода». Понятно. Абсолютно с вами согласен. Так, так, ладно. Мы все предпочитаем радио «Свобода». Ладно, все, сейчас тоже, смотри. У меня к тебе вопрос есть, смотри. Ты, значит, сказал, что фашистов нельзя на «Эхо Москвы». А антисемиты? Это про Ханов же антисемит. Ну, понимаете, это очень тонкая грань. Если говорить вот на самом деле, это очень тонкая грань. Он не любит евреев. И любит арабов. Я сейчас не говорю о других его качествах. Например, он такой, он государственник, такой человек имперский. Он считает, что Россия должна иметь... Ну, я кратко об этом скажу, да. Мне кажется, что не время нам в такой обстановке, при такой прекрасной кампании пускать сюда еще Проханова. Просто хочу сказать, чтобы было понятно. И вообще, что сейчас говорить об «Эхо»? Мы же на радио «Свобода». Понимаете, вот многие из нас не любят арабов. А многие из нас не любят чеченцев. Понимаете? И с этим ничего поделать нельзя. И есть такое. Если мы будем призывать их бить, то тогда вон с эфира. Но он не призывает. Понятно. А вот Светлана у нас пишет так. «Мы считаем фашистами вас, гонопольских, новодворских и так далее. Вы занимаетесь подменой понятий. Перед революцией 1917 года малый народ, ну понятно, через СМИ, дурачил и оболванивал православный народ, уводя от традиции». Я на это отвечаю простую вещь. Как зовут человека? Светлана. Светлана. Вон отсюда. Это не ваше радио «Радио Свобода». У вас есть... Зачем вы нас сейчас слушаете? А я знаю, зачем. То, что слушать вам больше нечего. Поэтому... Ну, может быть, Светлана мазохистка вот слушает то, что ей неприятно. У меня предложение. Давайте не тратить об этом, а говорить, например, о будущем радио. Хорошо. Игорь, а у меня... Да, о будущем тоже. А у меня вот какой вопрос, касающийся, между прочим, всех этих сообщений. Как вести себя с радиослушателями? Вот их надо презирать за то, что они не всегда умны. Хотя, видите, на мою программу звонят действительно замечательные люди и пишут замечательные вещи. Вот какой модус ввести? Вот уважение, ирония, презрение. Ужас какой. Такой огромный народ. И вот так среди него мало демократов, как бы сказала Лариса из Москвы. Что делать? Вот как вы на сети ФМ построили политику по отношению к радиослушателю? Есть у нас определенный такой слегка кодифицированный свод правил для людей, работающих в эфире, для корреспондентов и так далее. Но для нас важно, чтобы человек не ушел обиженным. Поэтому стиль общения с людьми, которые звонят, их очень много звонит в течение дня, огромное количество, он всегда легкий и ироничный, но никогда не обижающий. поскольку мы для себя придумали такого целевого человека, мы назвали его Гавриловичем. Ну, как-то так случилось. Андрей Гаврилович почему-то. Вот мы сделали в рост человека, в натуральную величину его портрет, он стоит в студии. И обращаетесь к нему? В общем, да. Мы обращаемся к нему, он такой... И Гавриловича не обижайте. Нет. Хорошо. Таня, как надо относиться к радиослушателям? Как надо относиться к читателям? Как вообще надо относиться к тем, кто с большим удовольствием читает, слушает радио, но, может быть, не всегда во всем разбирается? Что с этими людьми надо делать? А, Витя, ну, я думаю, так же, как со всеми людьми. Ну, вот с кем-то ты общаешься, разговариваешь, тебе интересно, тебе есть о чем поговорить. А подойдет тебе какой-нибудь человек и скажет, ты козел, да? Ну, что это... Ты можешь ему сказать, ты сам козел, ты можешь ему сказать, пошел вон, ты можешь сказать, извините, что я козел. Какая разница? Тебе не нужен этот человек. То есть в этом смысле, что он солидарна с тем, как сказал Матвей, ну, что, не о чем тут говорить. Но вообще я хочу сказать, что радио, вот о будущем, да, радио... Да, я тоже хочу... Вот это будущее, оно для меня уже настало, поэтому я его не слушаю. То есть что значит не слушаю? Я не смотрю телевизор, не слушаю радио. Вот, кстати, я узнала только что, что вы эту делали, да, программу «Свобода слова». Вот я ее смотрела по телевизору, а с тех пор уже не смотрю. Я даже туда приходил, на эту «Свободу». И один раз там устроил дикий скандал, когда читал из «Русской красавицы» матерные слова. Да, было такое. Не, ну, вот Витину смотрю апогрев, передачу. Спасибо. Не только смотрите, и вообще участвую. И участвую тоже, да. Ну вот, так что я хочу сказать, что вообще для меня сейчас есть единственное место – это интернет. Я не читаю никакой бумажной прессы, да. Для меня единственное, что существует – интернет. В этом смысле это неважно, на каком носителе что происходит. Это книжка, это журнал, это радио, это телевидение. Это носители всё, да. А есть реальное, то, что содержательная сторона. И вот я открываю интернет, и там я захожу на сайт «Радио Свобода» или на сайт «Эхо Москвы». Я его не слушаю, но я его читаю, а могу и послушать, при желании надеюсь. Глазки, а глазки? А что? Болят, наверное. Глазки болят, очки, всё плохо, но, так сказать, тем не менее, я, наверное, тоже мазохист, но… То есть будущее радио – это интернет. Да, и вот там… Печальнее, печальнее. И радио, оно входит у меня в конкуренцию, да. Я могу прочитать какую-нибудь газету, ну, в электронном виде, бумажную газету. Могу почитать сайт «Радио», могу почитать какие-то художественные тексты, могу почитать стихи, да. Вот у меня я открыла, но я же не буду тут сидеть круглосуточно, да, и вот она конкуренция, значит, кто мне чего предложит. И в этом смысле радио, то есть для меня уже важно, тем она отличается от остального, это именно тем, ну, как бы сказать, что это диалог, это живой диалог, это люди, вот в прямом эфире находящиеся, то есть это нечто неподготовленное, и это тоже интересно просто как жанр, ну, скажем, если… Это очень интересно. Как жанр литературы, да, как жанр слова. Вот улыбка Джоаконда, которая рождается в прямом эфире, она дорого стоит. Вот это, вот это вот дорого стоит. Виктор пишет, один из радиослушателей, мой попугай научился говорить, слушайте «Радио Свобода». Комментарий есть лишний. Я вам хочу сказать, что мой попугай говорит, слушайте «Радио Свобода». А еще он говорит «Хакамада президент России», но почему я его этому не учил, сам стал говорить. Если позволите, я хотел буквально два слова сказать о том, что, конечно… О будущем. Да, да, о будущем радио. Вот помните, мы с вами, друзья, слушали виниловые пластинки. Они… А сейчас мы слушаем цифровые диски, вот эти компакт-диски. И вот сейчас, конечно, эти цифровые компакт-диски дают идеальный звук, но в них пропало шипение. Вот то самое шипение, которое рождало воздух, атмосферу, и сейчас многие возвращаются к виниловым дискам. Так вот, радио в традиционном виде, вот как оно сейчас существует, оно, конечно, умирает в том смысле, оно как птица-феник, чтобы удариться и возродиться вновь. Вы знаете, что сейчас бурно развивается интернет, и появляются такие устройства, которые называются медиаплееры. То есть ему все равно, что играть. Он может телевизор показывать, он может интернет тебе показывать, и он может радио тебе играть. И вот качество звука становится все больше и больше, и лучше, и лучше. И вот уже мы слушаем свободу на FM, а потом и FM уже будет не нужен. Эти все миллионы долларов, которые платятся за передатчики, это все будет бессмысленно. Сейчас появится так называемый интернет-2, еще более скоростной, и мы будем носить маленькое портативное устройство, которое будет играть нам все. Вот тут вот как бы можно было поставить точку и закричать, ребята, как это все замечательно, если бы не одно обстоятельство. Вот выдающиеся искусствоведы, они говорят, что красота это отклонение от идеального. Вот красив не идеальный человек, а красив вот этим отклонением. Может, у него бородавка небольшая, может, у него нос чуть больше. Так вот, я поймал... И стиль это отклонение от стиля. Да, да, я поймал себя на том, что я, например, не могу слушать «Свободу» на УКВ, на FM, потому что я слышу чистые голоса без помех, а для меня «Радио Свобода» без помех, это как будто бы не то радио. Я совершенно не труд... Я привык трудиться, получая сигнал «Радио Свобода». Я привык отстраиваться, прислушиваться, а здесь идёт чистый звук, и ребята чистыми голосами просто что-то говорят. И пропадает вот та самая романтика твоей работы, твои усилия на то, чтобы это получить. «Радио Свобода» становится пакетированной, технологичной и так далее. Конечно, ничего не изменить. И будут эти медиаплееры, и нажав на кнопку 268, я буду получать чистый, неискажённый сигнал «Радио Свобода». Я его буду слушать с огромным удовольствием. И мне будет очень жаль, потому что в моей жизни исчезла вот эта помеха. Эта помеха, которая делала идеальный «Радио Свобода». Кстати, одна из слушателей говорит, что уже последние два месяца плохо слышно «Радио Свобода». Может быть, глушит? Нет, не глушит, просто плохо слышно. Сергей Санкт-Петербург, последние звонки у нас... Добрый день. Ну, во-первых, вот то, что у нас остались ещё нормальные люди в стране, это, наверное, всё-таки заслуга радио, радио голосов. И то, что какое-то лечебное воздействие явно оказывает, как-то воздух чистят. И нам вот повезло на северо-западе, у нас всё-таки днём даже можно было слушать там, и до Финляндии, и Швеции на средних волнах. И как-то эти люди понимали, что язык это иностранный придумали взрослые не для того, чтобы, так сказать, испортить настроение детям, а надо всё-таки, так сказать, было знать, что происходит. И вот... Спасибо. Вот Сергей тоже замечательный. Тут, конечно, есть уже и борьба по поводу Украины, но это не тема нашей. Вообще сегодня огромное количество всяких самых разнообразных сообщений. Вот тема затронула народ. И действительно, я возвращаюсь к началу, к тому, что сказал Игорь. Вот эта бабочка, зелёный огонёк, растяжка, там, конечно, София, Рига. И это вход в тот большой мир. И мне кажется, что эти приёмники сделали нас людьми. Сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свобода и итоги недели» ведёт программу Дмитрий Волчек. Тут и туристы опасаются ехать в Крым из-за акции протеста. И Михаил Ходорковский, который снова помещен в ШИЗО. Ну, а мы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Вёл программу Виктор Ерофеев. После зрительного опознания было установлено, что это предположительно азарковый. Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами. Справедливой компенсацией писателю Хантке может быть только Нобелевская премия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71 и 24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова